Доброе здоровье, уважаемые посетители моего супер-дупер-шмоппер-поппер-ультра и так далее канала. Некоторые разъяснения я дам. Вот мне пишут. Доброе здравие, Геннадий Петрович. Меня интересует вопрос лечения кожи голоданием и урина. И вам писала дама на ютубе. Может ответила. Переправьте ее ответ и свои рекомендации отправьте. Лала Сулеймен. Два года назад. Что она тут написала? Урина упарина лично мне помогла много-много раз. Это мощнейший антибиотик природный. Я бы не сказал, что это антибиотик. Это, как бы сказать, это нечто другое. И знаете, как одно из свойств его. Это вот как раз подавление разного рода гноеродной инфекции, грибковой инфекции. То есть он действует на грибки, на эти самые бактерии гноеродные и прочее, прочее, прочее. И на вирусы тоже. Прекрасно. Но плюс он еще кое-что делает. Я как-то вам рассказывал, что по составу солей самая соленая и, смотрите, как раз защищающая глаз, который открыт для инфекции. Вот она, инфекция прет в глаз. Это слеза. Слеза – самая соленая жидкость. В нашей крови имеется также соль. И когда мы с вами упариваем урину до одной четвертой, мы еще сгущаем соли. В итоге она действует вот еще более мощно. И плюс она с нашего организма. Ну, короче, кто хочет узнать, я же описал подробно то, что знаю в книге из сосуда своего, берите, дочитайте. Благодарю за информацию, Геннадий Петрович. Именно по вашей книге я вылечил себе бронхиальную астму и псориазму в 2004 году. Нахранит вас Бог, Малахов Геннадий, два года назад. Можете подробно описать, как вы лечились. Это я уже, Мес Пашус. Моя почта Малахов. Вы премного благодарны. Как бы лучше вам сказать. Вот важно, почему эта дама излечилась. Потому что она сумела сложить вот эту информацию и применить ее к себе. То есть взяла вот эти вот инструменты, о которых я описал. И бронхиальная астма, это, так сказать, не какой-то там приговор, с ней можно справиться. И псориаз, то же самое. То есть не было ни бронхиальной астмы, ни псориаза. А потом они возникли. То есть исследовать причины и далее уже подобрать, естественно, такие средства, которые бы опять нормализовали бы ваш организм. И не допускали того, что вот эти вот заболевания возвращаются. То есть если человек опять вернется к своему прежнему образу жизни, все это, естественно, вернется. Но тут знаете, что получается? Лечение кожи. Значит, смотрите, кожа, кожа. Лечение кожи голодания, миурины. Да, самый эффективный вообще вариант, это или способ нормализации своей собственной кожи, которая связана, как правило, смотрите, у нас кожа, легкий и толстый кишечник связаны вместе. И если у нас, вот, вот, меня интересует лечение кожи, а дальше не спрашивается, что, а какие причины привели к тому, что кожа страдает. А кожа страдает тогда, когда уже, смотрите, не толстый кишечник, допустим, если имеются запоры, он не выполняет свои функции по удалению переваренной там пищи, вот этого всего. То, что переварилось, должно выделиться. Естественно, оно всасывается. Даст и всасывается. Форштейн даст и всасывается. И куда оно должно дальше деваться? Оно начинает, включаются следующие системы выделения. Какие это? Легкие. Пожалуйста, бронхиальная астма. И что там еще? И включается, уже когда легкие начинают не справляться, или недостаточно справляются, включается кожа. И возникает псу-ри-аз. Плюс еще там имеется бактериальная инфекция, так далее и так далее. Так, как надо действовать? Естественно, надо нормализовать работу. Форштейн, работу сначала. Желудочно-кишечного трактора, чтобы он работал. Все это. И глядишь, только после нормализации всего этого, это все может пройти. Но тут дело может еще упереться в то, что много уже разного рода инфекций на дермице размножилось в организме. Значит, что надо сделать? Надо применить средства, желательно такое, которое бы естественным образом все это косило. А что у нас косит лучше всего? Естественно, самое естественное, самое мало стоит, это голодание. И мы начинаем практиковать голодание с уринотерапией. С упаренной уринотерапией. Ее на кожу и пошло-поехало. Внутрь в виде клизм. И все это очень быстро нормализуется. Я думаю, не пройдет месяца три, если человек так начнет по деньку, раз в недельку голодать. Потом перейдет на трех, это самое, дневное там голодание. Вот, раз в месяц хотя бы. Так, знаете, вот, чтобы без всяких, будем говорить, фанатичных, вот таких каких-то этих самых эксцессов. И все нормально пойдет, пойдет, пойдет. То есть, все даже это убирается, вот смотрите, имеется масса средств. Можно голодом с уриной, можно голодом без урины, можно одной уриной. Можно просто-напросто питанием, нормализацией питания и очищения организма. Все это можно. Ваша задача, ваша задача, из всего вот этого сложить все это, сложить все эти пазлы. Я как-то, знаете, меня просят там проконсультировать там или еще что-то, еще что-то. Я этим особо не занимаюсь. Потому что я считаю, что человек должен этим заниматься сам. Он нажил себе все эти там болячки и так далее. Он должен затратить некие свои собственные силы для того, чтобы благодаря этому заболеванию, которого его ввело, вот эту вот, так сказать, пропасть по всем параметрам здоровья, процветания, вообще жизни, он должен из нее вылезти обновленный и умный, более умный, чем он был до этого. А просто-напросто, знаете, вот так, только оп, взял болезнь и такая, и нету ее, да? И как человек болваном был, так он и остался. И, пожалуйста, опять привели его собственные мысли к этим болезням, собственные привычки, все-все-все собственное. Все при нем осталось. И он опять начинает все это дело возвращать. Вот в чем задача. А не то, что вот я могу уцелить, я, значит, исцелю и так далее. Насколько вы исцелите? Вы просто-напросто окажете этому человеку медвежью услугу. И вот как, знаете, я вот смотрю там, одно вот эти экстрасенсы, эти целители там спасают людей, как они говорят. Вот один и тот же человек, он ему помог, и надо было сказать там, допустим, Гриша там, Саша, Маша, Наташа. Смотрите, я вам помог на этом этапе, но для того, чтобы это не возвращалось, надо, значит, измениться. Прекрасные слова Иисуса Христа. Когда он увидал одного там человека, которого он до этого излечил. И ему говорит, так, я тебе излечил, исцелил. Но ты не греши, чтобы тебе не стало еще хуже, чем было до этого. Так вот немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки. Там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врача нам несет. Он в подарки раздает. Радостырю он нас ждет. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшеба мы жадно ждем. И почек, а не покалом. Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врача нам несет. Он подарки раздает. Радостырю он нас ждет. Радостырю он нас ждет. Это Новый, Новый год. Это Новый, Новый год. Это Новый год Субтитры сделал DimaTorzok